Лишь немногие египтяне наслаждались долгой жизнью. Пеппи II, последний царь VI династии, правил более 90 лет, однако большинство людей доживали от силы до 35-40 лет. Трое или четверо из каждых пятерых детей так и не становились взрослыми. Если ребенок праздновал пятый день рождения, то это означало, что ему повезло. Детство было коротким, но счастливым, с игрушками, играми и полной свободной. Египтяне часто называли своих детей или давали им прозвище в честь животных, например, обезьяна, кошка, лягушка, мышка, собака или газель, в зависимости от поведения ребенка. Миит, кошка, было популярным именем для девочек. Детские игры по многому напоминают сегодняшние забавы. Они бегали и прыгали, плавали, перетягивали канат, играли в различные игры с мячом, в игру, напоминающую современные классики. Подвижные игры, прыжки и игры с мячом пользовались популярностью и у мальчиков, и у девочек. В одну из древних игр, которая называется «Гусиные шаги», египтяне до сих пор играют в сельской местности. Девочки были счастливыми обладательницами кукол и фигурок животных. Мальчики ловили рыбу, плавали и даже управляли маленькими лодками. В некоторых богатых семьях имелись плавательные бассейны. Понятия подросток не имелось. Крестьянские дети с малых лет начинали заниматься тяжелым ручным трудом. Работали на полях, помогали молотить зерно. Мальчики в возрасте 15 или 16 лет считались уже совсем взрослыми. В этом возрасте они приобретали профессию и помогали своим семьям. Девочек почти никогда не учили читать и писать. Жрецы, знатные чиновники и богатые люди посылали сыновей в храмовую школу учиться под строгим наблюдением жрецов-писсов. Крестьянского ребенка, проявившего необычные умственные способности, могли направить в школу. Это было очень важное событие в жизни его семьи, поскольку именно грамотное меньшинство управляло страной. Молодые люди получили образование, как правило, в ходе работы, овладевая в мастерской той специальностью, которую они выбрали заранее. Юноши, учившиеся на жрецов, изучили математику, медицину или астрономию и оставались в храмовых школах для продолжения образования.